И в продолжение темы. Нарастает проблема перераспределения мусора из других городов на Люберецкий полигон Торбеева. Этот вопрос также поднимался на прошедшие встречи Владимира Ружицкого с жителями округа. А сегодня свалку посетила инициативная группа, в состав которой вошли депутаты и представители администрации. О результатах поездки расскажет Мария Лапачева. Марина Мамедова плачет от бессилия. Девушка хочет только одного – дышать свежим, чистым воздухом. Но пока рядом с ее домом работает полигон Торбеева, о таких простых вещах приходится только мечтать. А теперь у местных жителей появился еще один повод для беспокойства. К нам забор 75 гектар поставили. Мы выходим из домов и мы видим этот зелененький забор, который уже надоел. После Нового года он туда приблизился. До Нового года там не было забора. Чтобы разобраться в непростой ситуации, на место выехала инициативная группа местных жителей, депутаты и представители администрации округа. Полигон Торбеева расположился рядом с деревней с одноименным названием. Имеет вот такой вот неприметный въезд. Но на самом деле попасть туда очень трудно. Не пускают никого, кроме специализированных машин. После долгих переговоров попасть внутрь нам все же удалось. Для инициативной группы здесь организовали встречу с руководством полигона. Наболевшие вопросы и претензии от местных жителей сыпались как семечки. Как вы вообще начали деятельность с нарушением заведомого? Вы же понимаете, что мы живем в правом государстве. И если вы начинаете деятельность по утилизации отходов, вы заведомо должны были эти заранее системы установить. Полигон Торбеева существует порядка 20 лет. Его общая площадь чуть больше 20 гектаров, но функционирует сейчас только 6,5. Остальная территория засыпана песком и не используется. Но даже эта небольшая действующая часть свалки доставляет жителям массу неудобств. Одно из них – птицы и грызуны, обитающие здесь и распространяющие заразу. А мы здесь, на этой территории, разводим эту инфекцию. Пора прекратить. Закрыть свалку. Для нормальной правового поля работы требуется время. Если сейчас резко все закрыть, мы в лесах еще большую кучу и сбору мусора. Не обошлось и без обсуждения Кучинской свалки. По словам руководства Торбеева, этот вопрос решен безоговорочно. С Кучинского полигона мы отходы не принимаем. И так оно и есть на самом деле. По итогам встречи было решено, что жители в ближайшее время проведут общественный контроль деятельности полигона по приему отходов. Кроме этого, предприятию было рекомендовано поставить отпугиватели от птиц и грызунов. От экскурсии по свалке инициативная группа отказалась. В интернете есть все в доступе. Год назад буквально здесь уже людей возили и наверх, и в ангары их водили, и все показывали. Что нам нового покажут? Вы лично ничего этого не видели? Нет. Вы первый раз сейчас здесь? Да, да, да. На этот полигон свозятся бытовые отходы 3-го, 4-го и 5-го классов опасности. То есть умеренно опасные, малоопасные, практически не опасные. Но местным жителям от этого не легче. И вот этот едкий такой какой-то запах смешанный, как гнилостный с химикатами, у меня началась аллергия. Я начал чихать периодически, просто спонтанно. То есть я думал, может быть, на пыльцу на какую-то, но вот я когда нахожусь на территории Москвы, там, конечно, экология не лучше, но там нету полигонов. У меня это все проходит внезапно. Местная власть в помощи жителям не отказывает, хотя ее представители понимают, проблем, как и мусора, на Торбеевском полигоне накопилось достаточно. Решение наиболее оптимальное – это применение новейших технологий, которые в мире используются по утилизации, переработке отходов. Это из того объема, который здесь уже размещен, необходимо, конечно, применить технологии по отбору свалочного газа. Если это поставить все на хорошую технологическую основу, то мы можем избавить и себя, и все окружение от вот этих миазмов, которые распространяются. Представители администрации пообещали, что полигон закроют к 2020 году, а пока местным жителям остается только неглубоко дышать и верить в лучшее. Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.